Праздник к нам приходит. Республика готовится отметить очередной день рождения. Торжества обещают быть масштабными. В Чувашии пройдет 6-й Чебоксарский экономический форум. Своим творчеством чебоксарцев порадуют лучшие народные коллективы. А небо над городом раскрасят огни международного фестиваля фейерверков. В праздничной программе множество приятных сюрпризов. Завесу тайны сегодня приоткрыли члены Оргкомитета. Дмитрий Ковалев продолжит тему. 6-й Чебоксарский и 20-е международные. Деловые миссии со всей стороны вновь соберутся за круглыми столами, а бизнесмены на выставки достижений. Экология, промышленность, инновации. Всего более 20 площадок и тем. От стабилизации к развитию название нынешнего экономического форума говорит само за себя. К обсуждению проблем планируют пригласить более тысячи экспертов. Всего было направлено более 500 писем приглашения. На сегодняшний день подтвердили уже свое участие 30 иногородних участников. В том числе одна зарубежная компания из Финляндии, а также такие наши стратегические партнеры, как Росгидро, Роснано, нефтяная компания Роснефть. И в этой связи определяем сейчас с местами проведения данных площадок для форума. Центральные улицы столицы вновь перекроют. Как и в прошлом году, пройдут по ним участники фестиваля «Родники Россия». Лучшие коллективы от Камчатки до Калининграда выступят на главной праздничной сцене. Поборются за призы и мастера декоративно-прикладного искусства. Вышивка фигурки из дерева и глины – все это украсит ежегодную выставку. Создавать необычные подделки будут на глазах горожан. Именно они оценят искусственную работу участников. Настоящей изюминкой праздника станет и Всечувашский Агадуй. На фестивале «Родники России» планируется участие около 25 коллективов из регионов Российской Федерации. На конкурсе «Русь мастеровая» более 50 мастеров народного промысла. Накануне праздника чебоксарские семьи справят новоселье. В День республики планируют открыть сразу три новых дома. В Урмарах строят школу, в Ибресях стадион, в Ядрине молочный завод. Все эти объекты ведут в строй тоже в конце июня. Все работы выполняются в соответствии с утвержденными графиками. Есть чисто технические рабочие моменты, но объекты все будут введены в эксплуатацию в установленные сроки. Вместе с Чувашской столицей похорошеет и село Янтиково. Планы грандиозные – отремонтировать центральную улицу и 8 жилых домов. Задача номер один – благоустроить центральную площадь. Для молодоженов района здесь планируют создать сквер. В спорткомплексе, где у нас будет проходить празднование республики, надо обустроить спортплощадку, установить трибуны. Но и по благоустройству района центра много надо работать. В этом плане мы начали работать. В частности, надо спортплощадку установить в старом селе. То, что сейчас прописано в планах, должно воплотиться в жизнь. Иван Моторин заявил, что контроль строительства новых объектов должен быть постоянным. В эксплуатацию их необходимо сдать срок. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.